привет друзья было много просьб показать и рассказать как устроен наш лагерь сегодня давайте я постараюсь вкратце пробежаться по основным элементам это наш большой тент который мы привезли совсем недавно и палатка на крыше автомобиля начнем с тента тент корейской компании айду ген производства в китае но продается под этим брендом только в корее к сожалению корейцы не отправляют их по миру поэтому чтобы привезти нам пришлось искать знакомых в сеуле они заказали на себя и потом еще была долгая сложная логистическая операция которая заняла почти полтора месяца и тент из сеула в конце концов доехал до астаны таких пентов автоматов или точнее полуавтоматов достаточно много их китайцы производят чем отличается данная конструкция в первую очередь качеством исполнения это очень надежный все все элементы хорошо прошиты постоянно задают мне вопросы по поводу того как он будет вести себя на ветру но сразу хочу отметить если вы постоянно ездите места в которых ветер 10-20 метров в секунду очевидно этот тент не для таких условий но в нашей эксплуатации мы его уже устанавливаем если не ошибаюсь третий раз и три он у нас попадал под ветер под различным до 7-10 метров в секунду тент стоит достаточно устойчиво если порывы приходят больше то чтобы сложить тент потребуется максимум пять минут еще раз повторюсь он автомат поэтому нужно просто выдернуть колышки щелкнуть внутрь конструкцию сверху и снизу и тент сложится упадет на землю что в нем такого особенного что нам понравилось но в первую очередь это размер он комфортный для проживания для размещения наверное 4 6 человек а если набиваться как селедки что можно набиться и в десятером следующий момент это вот эта часть тамбур для присоединения к автомобилю оттен можно заказать отдельно мы конечно же заказали с тамбуром потому что именно тамбур основная ключевая особенность ради которой мы пошли на всю эту логистическую задачу так заходим внутрь и показываем тамбур пристегивается к тенту с помощью отдельной молнии есть только с одной стороны поэтому нужно правильно расположить тент а с этой стороны он крепится с помощью вот таких ремней но я креплю за поперечины в инструкции написано что если у вас нет поперечин то вы можете крепить за подголовники внутри автомобиля либо еще можно заказать специальные присоски которые крепятся на стекло и крепится к стеклу но здесь там большой выбор различных аксессуаров у меня есть поперечин поэтому у меня проблем с креплением нет далее то все опускается в этой части закрепляем за колесо внизу забиваем колышек и что нам это дает самый главный плюс например а например вчера мы попали в сильный дождь когда раскладывали тент вы полностью можете разбить лаги не выходя на улицу то есть все барахло которое необходимо достать из машины она у вас достижимо без выхода под дождь касательно барахла которая лежит в машине мне часто задают вопрос почему мы не сделаем здесь систему еще что-нибудь типа этого поясню у меня там внизу есть ниша для третьего ряда сидений машина идет в комплектации без третьего ряда сидений поэтому закрывать эту нишу я не хочу далее часто задают вопрос что мол когда вы устанавливаете этот тамбур то можно замараться о машину вот смотрите здесь есть специальная юбка она тоже идет в комплекте к тамбуру она полностью закрывает задний багажник поэтому никакого контакта с грязной машиной у вас не происходит и кроме этого она выполняет роль я не знаю как правильно назвать под закрывает поддувало то есть оттуда не летят комары и не дует ветер ну понятно когда он в разумных в разумных пределах внутри палатки хотел бы обратить внимание еще и вот на верхнюю часть для большей устойчивости в комплекте не в не в комплекте а к этой палатке можно докупить специальную штангу она упирается вот в это место распирается и палатка становится гораздо более устойчива к сильным ветрам к сильным порывам например вчера когда прилетела но я думаю так около 10 метров в секунду резкий порыв а мы еще палатку не установили не закрепили она была в таком в полу разложенном состоянии именно верхняя часть первая выщипнулась она она ушла вот так вот вниз погасив собственно говоря этот порыв но если вы уже живете тут вот эта вот конструкция и штанга который будет держаться на конечно обеспечит больше устойчивость для всего тента а что здесь еще интересно есть то есть вся палатка у нас обычно стандартная антимоскитная сетка но помимо этого к палатке можно докупить шторки они крепятся на такие липучки и они бывают разного типа к нам в комплекте шла шторка глухая вот мы и специально ну сохранили оставили здесь она закрывает от холодного ветра ну и она понятно во всю длину я откидываю помимо этого есть шторки сделаны из прозрачной пленки для защиты от дождя в этой ситуации если вы наклеиваете пленку с одной стороны у вас также защита дождя также защиты от ветра но при этом вы еще увидите все окружающую обстановку пленочная шторка на мой взгляд в этом плане гораздо интересней и мы постараемся либо дозаказать если наши сеульские друзья нам помогут дозаказать вот эту пленочную шторку и дозаказать штангу которая будет стоять в центре ну если не получится а то пленочную шторку будем делать уже самостоятельно но хотелось бы конечно взять фирменную потому что она должна быть она должна хорошо складываться и не ломаться со временем вот и помимо этого есть еще одна штуковина то есть есть большой чехол который одевается на всю палатку его тоже можно заказать отдельно это уже для серьезных дождей или даже снегопадов то есть это не знаю как его назвать там шуба шуба которая одевается на этот тент при этом у него есть такие крылья которые можно распилеть и площадь покрыта этим чехлом тент увеличивается ну раза наверное полтора а вот такой замечательный тент мы приобрели еще раз повторюсь для нас наверное несколько основных моментов в пользу этого тента это самый основной присоединение к автомобилю тамбур для автомобиля то ну вот просто без него я бы даже не брал этот тент может быть для вас это будет неважно но для нас это очень важная опция второе это различный набор таких вот шторок который у нас еще не полностью закрыт ну и третье это конечно помещение потому что размер пространства если вы следили за моим видео вы знаете что у меня есть еще маркиза на два с половиной на два с половиной метра и ровно год назад я был от него в восторге говорю что самое лучшее приобретение за последние 20 лет нашей туристической жизни то сейчас я могу сказать мы уже выезжаем третий четвертый раз такой раз мы выезжаем четвертый раз третий раз ты мы выезжаем 3 не по 3 или 4 раз в этом сезоне мы еще ни разу маркизу не раскрывали и более того у меня есть такое ощущение что я наверное ее скоро демонтирую если говорить про тент наверное все если есть вопросы ребят пишите в комментариях а стоимость стоимость его получается вот в такой конфигурация была около 500 долларов и в районе 200 250 долларов обошлась нам доставка из сеула до остальные до казахстана следующая часть о которой наверное хочу рассказать это палатка на крышу автомобиля подробно есть отчет у меня на сайте основные плюсы этой палатки это небольшая высота в сложенном виде в сложенном виде там всего 18 сантиметров это все вот алюминиевый каркас благодаря ему палатка занимает высоту небольшое пространство что очень критично для меня потому что у меня машина стоит подземном паркинге и у меня там подземный паркинг в офисе в других бизнес-центрах я с осторожностью но везде помещаясь то есть я опускаю ним подвеску нижнее положение фиксирую ее и могу заехать в большинство паркингов которые есть в астане низкий профиль создает минимально воздушное сопротивление понятно что добавились аэродинамические шумы но не критично и снизился расход топлива ну очевидно то есть такой палаткой на крыше в сложенном состоянии понятно все равно уже не ездишь 140 плюс максимум который я сейчас себе позволяет а 110 120 километров на автомагистралях конечно при обгоне может быть при опережении точнее можно разогнаться до 130 но где-то 120 это такая крейсерская скорость на которой я сейчас себя чувствую комфортно так давайте заглянем внутрь лестница на стандартная приставная какие у нее есть нюансы первое черная лестница оказалось очень сильно нагревается прошлый раз у нас было на улице плюс 38 и и было даже больно брать руками и второй момент такой вот эти ступеньки они выполнены ну понятно они выполнены преподикулярно направлении лестницы но оказалось что она по ним ходить без обуви скажем так болезненно поэтому если вы вдруг ночью проснулись и хотите там не знаю быстро выскочить из палатки сбегать туалет ну либо надо будет потерпеть либо нужно потратить время на то чтобы обувь за так идем вверх вот это вот конструкция я ее не стал растягивать она растягивается это называется карниз который защищает от дождя дождя у нас вид ночью не ожидалось сегодня тем более поэтому я остав в таком состоянии что у нас здесь здесь у нас лежит родной матрас не очень большой толщины где-то не знаю сантиметра до с половиной три также у нас туда помещаются спальники две наших подушки и в принципе вроде бы все высота сверху донизу здесь 92 сантиметра то есть принципе как бы человек мой рост 180 студию 179 180 я помещаюсь и головой и верха не касаюсь три кармана здесь карманы с этой стороны карманы с этой стороны все открывается в принципе конструкция такая выполнена достаточно хорошо на мой взгляд несколько раз мы уже в ней ночевали единственное замечание которое я бы сейчас имею к этой к этой палатке это то что такие толщину матраса хотела быть чуть 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 побольше ну чуть-чуть как ровно в два раза то есть если бы она была 5-6 сантиметров это был бы я думаю идеальный вариант так о палатке основное достоинство палатки очевидно это быстрота и и разбор поднять палатку нужно потратить нужно 30 секунд чтобы собрать ее приходится тратить больше времени потому что мы пока не выработали технологию вот эти вот газовые упоры которые здесь установлены они настолько настолько мощный это большой плюс сильный ветер она стоит вообще не шелохнувшись но завалить эту палатку вниз особенно вот спереди когда-то него невозможно подойти сзади еще можно спереди ее прям действительно такая достаточно сложная задача но будем нарабатывать навык пока пока чтобы сложить палатку приходится потратить но не знаю 35 минут в отличие от ее разборки так по палатке проговорили по тенту проговорили стоимость палатки вот в такой конфигурации вместе с доставкой из китая до астаны тоже обошлась как ни странно в те же самые 700 долларов но доставляют они просто невероятно быстро две недели я знаю что некоторые из моих подписчиков тоже такие палатки в брали и те же самые две недели две недели с с какого-то с восточного берега китая до центра евразии как говорится так на этом ребят все принципе вкратце все что хотел рассказать о нашем лагере рассказал будут вопросы пишите telegram канале время от времени мы выкладываем дополнительную информацию о том как живем во время наших путешествий всем удачи всем спасибо не забудьте подписаться